У пятиклассников сегодня первые занятия. Алексей Сороков в школу чуть ли не бежал. Не из-за холода, просто соскучился. Честно, надоели, потому что дома сидишь. Единственное, можно погулять, сходить. А здесь в школу, с друзьями пообщаться. Но все равно уроки, если честно, весело. Внеплановые каникулы затянулись почти на месяц. За это время пятиклассники забыли даже, как нужно одеваться в школу. Кто-то пришел, как положено, в пиджаке. Большинство в чем потеплее. Педагоги говорят, и учиться придется заново. Какие-то темы будем давать с блоками. А у нас четвертая четверть в основном все рассчитана на повторение. И поэтому те задания, которые рассчитаны на повторение, мы старались их давать во время этих внеплановых каникул. У старшеклассников проблем гораздо больше. Через два месяца им сдавать ЕГЭ по русскому языку. Учителя уже придумали. Вопросам, которые не войдут в экзамен, уделят меньше внимания. Но подготовить ребят так, чтобы они смогли поступить в любой вуз, все равно сложно. Мы должны соблюдать нормы существующие. И нормы домашних заданий, и нормы нагрузки. Чтобы дети у нас сохранили, прежде всего, здоровье. Председатели комитета по образованию за эти три недели замучили звонками обеспокоенные родители. Марина Епифанова говорит, ее называли даже садисткой за то, что отправляла детей в школу. Теперь из-за большого перерыва в занятиях саратовские учащиеся останутся без весенних каникул. По правилам у нас необходимо 30 дней отдыха для детей в период учебного года. Сейчас мы уже, конечно, отдохнули не 30 дней, мы уже отдохнули на сегодняшний день 50 дней. Поэтому, естественно, весенние каникулы мы будем рекомендовать отменить. Эти коридоры пустуют последний день. Завтра сюда вернутся ученики начальных классов. Педагоги с календарем в руках переделывают учебные планы. Их воспитанники за месяц каникул могут забыть, как читать и писать. Анна Головчинская, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.